Я сейчас буду ставить точный свет. Сейчас мы немножко зафиксируемся, тогда уже головой не крутить. Моргать можно. Фотограф Сергей Газетов аккуратно выставляет свет. Права на ошибку нет. Съемка идет не на цифровую камеру, где результат видно сразу. В студии Аргентины установлен советский ФКД 13х18. За ним Алексей Бусаров. Вместе фотографы и ищут тот самый идеальный ракурс. По сути это как камера обскуры. Изображение здесь перевернуто, поэтому вы не обведите эффект ногами. Это на самом деле сервер естественно правильно. Сама камера полая. В ней нет ни плат, ни микросхем. Все настройки механические. Внимание. Снимаем. В стенах студии Аргентина часы идут не вперед, а назад. Это не путешествие в прошлое. Это мир на изломе времени. Фотоаппарат 80-х годов соседствует с софтбоксами 21 века. Опечатают карточки методом из века позапрошлого. Когда микромозг камеры думает за меня, мне это не очень интересно, например. То есть в данном вопросе мы к этому подходим процессу как к квесту. То есть это не всегда прогнозируемый результат, но чем больше нашего опыта, чем больше мы набиваем руку, тем больше результат нас начинает устраивать. На фотографической кухне, где горит только красный свет, мы получаем негатив. Моделям и зрителям обычно предлагают самим поучаствовать в процессе проявки. Бумага содержит сейчас такие галогены серебра, они чувствительны к свету. В то место, куда попал свет, у нас образуется так называемое скрытое изображение. Сейчас вот в слабом таком щелочном растворе мы это изображение проявляем. Якобы пустой лист нужно поместить сначала в проявитель, потом отмыть от остатков серебра во второй ванночке с водой и зафиксировать результат в третий. Результат проявки фотографий не быстрый, однако здесь нет времени простое. Алексей и Сергей рассказали, что участвовать в таком интерактиве интересно как тем, кто фотографии таким способом никогда не проявлял, так и тем, кто занимался этим в далеком прошлом. Методы все же отличаются. Здесь ультрафиолет сейчас воздействует на нашу эмульсию, состав коричневого андейка. Таким образом, туда, куда он попадает, эмульсия становится нерастворимой в воде. Там, где попало меньше света или вообще не попало, она вымывается. То есть после того, как негатив в темных местах закрыл наш этот самый раствор, наш состав, там он вымыется. То есть вместо черного станет белый. То есть мы из негатива как бы делаем негатив. Негатив на негатив получается позитивный. Фотограф Сергей Газетов уже давно хотел попробовать весь полный цикл рождения фото провести по старинке. Вместе с другом и единомышленником Алексеем Бусаровым они нашли рабочий фотоаппарат и приступили к экспериментам. Кстати, затянулись эти самые эксперименты на год. Энтузиасты подтягивали знания по химии процесса, пробовали разные световые схемы. В принципе, можем работать полностью автономно друг от друга. Но вот как-то интереснее работать как-то вместе. То есть Сергею какие-то интересные, какие-то световые схемы новые построить. Мне вот больше интересна химия процесса. И в принципе, вот есть какие-то общие точки соприкосновения, на которых, надеемся, что-то вырастет, что-то такое. Сотворчество. Так и пришли к контактной печати на акварельной бумаге методом коричневой Ван Дейка. То есть сам лист покрывает сразу тремя реактивами, включая нитрат серебра. И подвергают ультрафиолетовой обработке. Получается благородный коричневый цвет, как говорят Алексей и Сергей. Ну вот наш рабочий архив, где мы оставляем себе по экземпляру фотографии. Можно достать, посмотреть, как это все выглядит. На всех фото современники, хоть и кажется порой, что запечатлены здесь люди прошлого века. Кончит родители, молодая бабушка или еще не окончивший колледж дед. Такие же фото получили мы, без маркера времени, таких как сотовый телефон или смарт-часы. Изображение словно из прошлого, где всю цепочку событий проследила сама модель съемок. Это не щелчок зеркальной камеры, где изображение появляется на экране через секунду. И его вскоре удалят, когда на флешке закончится память. Это отпечаток времени, который в студии Аргентина можно создать вместе с профессионалами своего дела. Совершенно другая философия съемок, совершенно другой темпоритом съемок. И на цифру, как ни обрабатывай потом, именно того блеска в глазах сложно будет получить. Потому что человек, который непосредственно сам был участником этого процесса, он по-другому совсем смотрит на результат. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».